Только вера спасает человека в жизни. Вера во что? В то, что моя жизнь течет не зря. А вот если, капитан, улыбнитесь, значит твоя жизнь течет не зря. В конечном счете, если посмотреть дальше, 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 то этот капитан, он не терял взаимодействие с истиной, которая всегда живет в нашем сердце, это истинное имя Бог. Она живет в нашем сердце и говорит, капитан, улыбнитесь, вы точно побеждаете свою судьбу, несмотря на вот эти все вещи. И самое удивительное заключается в том, что когда человек это делает, то он точно побеждает свою судьбу. Вот это вот интересный момент, когда человек испугался и поверил в то, что все будет плохо, значит все будет плохо. Когда человек понял закон, что нельзя так думать, значит ничего не будет плохо. Вы для себя проверьте свое сердце, вы испугались, поверили в плохое или нет. Решите для себя это. Если нет, все хорошо, если да, значит все плохо. Так устроена жизнь человека. Теперь сразу возникает вопрос, а где взять силы, чтобы капитан? Где взять силы? Вот это главный вопрос для каждого человека в этой жизни, потому что мы в основном живем не беря силы, а тратя их. Я когда сюда прилетел, в Питер, я сразу лег в ванну теплую. Меня поселили в одном месте, где по пропускам вход и там очень элитные такие дома. Я пошел после ванны купаться в канал. Ну элитный дом, представьте, там люди все серьезные. Ну какой серьезный человек будет в канале купаться? Но я не серьезный человек, я Олег Геннадьевич. Понимаете, я просто пошел купаться в канал. Сел там, имя меня ходили серьезные люди. Но я сидел, Паша, вот так, Паша, в вашем канале. Вы скажете, но там же грязь, ну как можно купаться в канале? Вы не знаете, что только природа, господа. Природа, она сильнее всей грязи, которую мы можем в нее вложить. А если было не так, мы уже не жили на этой земле, потому что когда природа с нашей грязью не справится, в этот момент мы все помрем. Итак, я сидел в канале, чувствовал солнце вокруг деревья, птички поют. Я там посидел минут 20. У меня столько сил стало, как будто бы я не летел три часа. Это называется правильный образ жизни. Для правильного образа жизни надо стереть препятствия в виде соседей, потому что иначе мне надо было полтора часа ехать до пляжа, потом полтора часа назад эта поездка бы забрала все мои силы. А я взял и то же самое нашел рядом с домом, где меня поселили. Все. Если посмотреть на Питер, то примерно везде так. Много воды. Езди посидеть. Но для этого надо быть сильнее того, что происходит вокруг. Вы все должны стать немножко того. Для того, чтобы... Нет, я серьезно говорю, потому что сейчас в этом мире, не только в этом городе, складывается неблагоприятная обстановка для правильной жизни. Если вы едете в метро, допустим, и капитаны, капитаны, улыбнитесь, то, может быть, доброжелательный человек рядом позвонит в психушку, чтобы вам помочь. А может быть, не позвонит и подумает, пусть кто-то другой позвонит. Но если вокруг все будут радоваться, что вы в таком состоянии находитесь, то значит, я ошибаюсь. Я разок, ну, ехал, кстати, между Москвой и Питером и включил на компьютер, ну, так, как бы, я не ожидал, ну, как бы, я не думал, что так получится, но так получилось. Я включил, там человек смеялся сильно, ну, смех человеческий включил, без наушников. Сразу, в эту секунду, как только это сделал, ко мне подошел человек и говорит, вы здесь не один. Ну, если бы мат включил какой-нибудь, понимаете, тогда понятно. А если смех, ну, разве это помешает человеку, когда кто-то смеется, это только помогает, потому что смех означает победа. Помешало. Почему? Потому что атмосфера, в которой мы живем, неблагоприятная для счастья. Это надо признать и побеждать судьбу в этой атмосфере. Если, допустим, вы решили искупаться в канале, вы будете придурком для людей, которые живут в этой атмосфере. Потому что не придурок в этой атмосфере, он счастливо загибается. Ну, чтобы счастливо восстанавливаться, для этого надо немножко быть того. Допустим, чтобы ехать в метро и желать всем счастья, это правильный образ жизни, понимаете, так человек должен жить. Но это сейчас не поощряется. Не то, что там в нашей стране, так просто устроен этот мир, что люди, ну, немножко заблудились. Ну, неправильно немножко воспринимать, что надо. В общей массе имеется в виду. Поэтому для того, чтобы побеждать судьбу, первое правило, человек должен быть немножко необычным. Например, надо позволить себе стоять возле деревьев. Даже собаки вам подскажут, что это немножко неправильно. Каждая собака будет гавкать на вас проходящих. Даже не люди, а собаки будут подбегать. Они в шоке как бы будут от того, что вы стоите возле деревьев. Запомните, когда человек наполняется силой от природы, он для всех. Вот, допустим, у нас фестиваль Благость проходит, я прихожу на море, захожу в воду и начинаю смотреть, ну, как бы, с закрытыми глазами смотреть на солнце и молиться в это время. Так меня учили старшие, как нужно находиться в воде. Это колоссально вообще помогает человеку в жизни. Вот если просто с закрытыми глазами стоять на солнце и молиться в это время, находясь в воде. Это настолько сильно помогает вообще всему и психике, и здоровью, и силы дает. Вы не представляете, колоссальная вещь. И ты начинаешь просто наполняться силой от этого, огромной силой. Люди не могут смотреть спокойно. То есть много людей купаются вокруг, я встал и смотрю на солнце. Все забыли уже про свое купание. Почему? Потому что, понимаете, когда человек наполняется силой в присутствии других, это всегда вызывает определенные чувства. И они там, смотри, смотри, сектант вокруг. Ну купались бы все дальше. Ну подумаешь, придурок стоит на солнце смотрит с закрытыми глазами. Ну что, вам мешает? Купайтесь. Нет, они смотрят. Почему? Потому что, когда человек чем-то сильным занят, он привлекает внимание. Но, к сожалению, не всегда хорошие. Поэтому, если вы хотите хорошеньким остаться в этом мире, вы здоровым не будете. Не получится. Вам надо, придется в лес уезжать каждый день. А это много-многих километров. Непрактично. Если вы хотите в вашем парке стать, быть здоровым, станьте немножко не как все. Такие люди уже есть. Вы можете в парке увидеть, кто-то бегает, кто-то зарядку делает. Допустим, бабушка какая-нибудь толстенькая такая. И все смеются, ходят вокруг. Бабушка, давай, давай. Но бабушка не обращает внимания. Потому что она еще двадцать лет будет кряхтеть. А все, кто смеются, они быстро так. Понос судороги смерть. Понос судороги смерть. Я говорю вам сейчас о том, что надо научиться быть выше того, что происходит вокруг. Это ключевой момент победы над судьбой. Ключевой момент. Это не значит стать сектантом, дикарем, неуважающим страну, культуру, людей. Понимаете? Не в эту сторону надо. Потому что в эту сторону тоже много отшибленных. Понимаете, я говорю, не в эту сторону надо. Надо в сторону понимания высшего смысла жизни. Изучать его. И он соткан из определенных аспектов, без которых человек прожить не может. Вот, допустим, некоторые люди изучают высший смысл жизни. Но изучают очень ограниченно. Они смотрят в самом высшем проявлении. Допустим, молятся, ходят в храм с толстыми животами. И болеют постоянно. Постоянно чутят страдания какие-то. И они говорят, да это нормально. Все страдают. Нет, это не нормально. Причина этих страданий заключается в том, что есть другие аспекты отношения с Богом. И этот аспект означает, что человек должен совершать аскезы в отношениях с этим миром, с этой природой для того, чтобы поддерживать здоровый дух в здоровом теле, а не больном. Потому что если тело больное, оно ломает человека, даже духовно развитого. Ломает на что? На вредные привычки. Напряжение может привести к тому, что человек спивается, даже духовно развитый. У него срывы происходят. Понимаете, эти срывы, это не означает, он грешник. Это означает неправильный образ жизни. Потому что с точки зрения медицины, если смотреть, вот взять человек, допустим, жил-жил праведной жизнью. Потом бац! И начал пить. Причина напряжения. Он хороший человек, понимаете? Он хороший, он не хотел пить, он Богу молится каждый день. Почему он сорвался? Потому что он неправильно живет. То есть нужно делать то, что снимает напряжение, потому что старость, надо бороться с ней. Так устроена жизнь. Понимаете, я сейчас говорю о крайностях. Вот смотрите, человек духовно развивается, он отреченный вообще, он как бы, он не хочет никакого ничего материального всего. Он каждый день молится, но он раз и срыв произошел. Почему? Потому что неправильный образ жизни. Нужно снимать напряжение, иначе она тебя покалечит твою духовную жизнь. И не потому что ты грешник, а потому что ты неправильно живешь. Понимаете, да? Некоторые люди думают, что они могут справиться с болью. Никто не может справиться с болью. Надо просто убрать из своей жизни. Или, допустим, второй вариант. Человек очень сердечный, он всех любит, всех уважает. Вообще, как с людьми просто супер. Вообще классный человек. Но в храм не ходит, духовной практикой не занимается. Результат? Какой? Ограниченность. То человек не понимает, зачем он живет. Высшего смысла жизни нет знания. Смотрите, один вариант ограниченности. Человек знает, зачем он живет. Он понимает высший смысл жизни, но срывается. Почему? Потому что он не знает, что это тело надо поддерживать в здоровом состоянии с помощью природы, не с помощью прогревания, не с помощью массажей, не с помощью гербалайф, не с помощью витаминов, не с помощью клизм очистительных мероприятий, не с помощью рвотных, не с помощью пиявок, не с помощью иглоукалывания, не с помощью телесных всяких этих практик, не с помощью гипноза, не с помощью психотерапии, а с помощью природы. Потому что Бог человеку дал природу для здоровья. И вы знаете, что если яблочко выросло без химии, оно полезное. А если химия означает, что человек вмешался, значит уже не такое полезное, хотя все равно полезное. Потому что некоторые думают, что если с химией выращено, это уже не яблочко, все, есть не надо. А что есть-то будете тогда? Все с химией выращено. Или если, допустим, в воде чуть-чуть есть химии, то эта вода не полезная. Вот у меня прямо возле дома течет ручей, и в этот ручей все сливают канализацию свою. Ну кому не лень. Ну как бы не то, что я вот сижу в ручее, там какашки мимо меня проплывают. Такого нет так, я не видел ни разу такого, что было. Понимаете, там он вот такой вот мелкий, но там есть заводи, где можно прямо сидеть. И я туда захожу, сажусь, там рыбки, они меня уже знают, они меня сразу, как я прихожу, начинают сразу со мной общаться, меня пощипывать со всех сторон. Других так нет, потому что они чувствуют, кто свой, кто чужой. Боятся. Ну ко мне тоже привыкали, вот так я каждый день хожу. Понимаете, в этом ручье я получаю колоссальное количество здоровья. Он не такой чистый, как бы хотелось, но за чистым надо ехать час. Час езды, час вибрации, это хуже, чем садиться в этот ручей. Ну я, вы даже не представляете, что этот ручей, он моментально все очищает, что мы туда сбросили. Если бы там нельзя было сидеть, там не было бы и рыбок, запомните. Понимаете, там вот все дышит природа, я сижу, я чувствую природу, но многие не ходят, потому что говорят, ну это грязно, надо в чистое место ехать. А можно цветочки так поставить, чтобы я вот девушку видел? Переставьте их чуть-чуть подальше, вот сюда вот. Я как бы пришел на девушку посмотреть, а там тогда другую девушку не вижу, вот сюда. Вы зайдите, зайдите. Поймите такую вещь, я сейчас о чем вам говорю? Я перешагну через это знание, что ручей, ну не чистый. Он чистый, понимаете, это факт, потому что мы способность природы очищать что-то не знаем. Есть химическая грязь, а есть энергетическая, понимаете. Река не может нести в себе энергетическую грязь, понимаете. Земля очищает реку моментально, в земле столько здоровья, столько силы. Десять метров река протекла, энергетически она стала чистой. Поверьте мне, это так. И когда я там сижу, я столько силы получаю, столько здоровья, один человек ко мне подходит и говорит, это грязно, здесь нельзя сидеть. Я говорю, ты рыбу здесь ловишь? Он говорит, да, ловлю. Я говорю, так не надо здесь ловить, это грязно. Он говорит, это другой вопрос. Говорит, тот же самый вопрос. Я же не внутрь эту воду пью, а ты его внутрь ешь, эту рыбу грязную. Она говорит, рыба нормальная. И так воду эту в реке внутрь пить не надо, но сидеть там можно, потому что та она наполнена энергией природы, понимаете. Солнце, земля, деревья очищают воду очень быстро. Буквально одна ночь и она чиста. Я когда залез в ваш этот канал, или как там называется, я почувствовал эту чистоту, а вы чистоту своего города знаете. Я ее там посидел, я просто обалдел от счастья, я почувствовал, так здорово, такая вода, она дала мне силы жить. И далеко не надо идти, если ты поменял что-то в своей башке. Понимаете, каждое дерево дает здоровье. Вот у вас есть немножко деревьев возле дома? Научитесь стоять возле деревьев, вы узнаете, что такое сила. Я говорю вам сейчас о изменении парадигмы внутренней. Понимаете, не надо много сильно что-то там изобретать для того, чтобы быть сильным человеком. Первое правило. Напевать песенку свою. У каждого человека есть песенка своя. У вас есть знания о вашей победе в жизни. Каждый человек в жизни побеждал. Напевайте всегда песенку свою. Никогда не соглашайтесь с тем, что вы проиграли эту жизнь. Не соглашайтесь. Это подвох. Всегда напевайте песенку свою. Второе правило. Знайте, что если вы напряжены, у вас тяжелая жизнь, вам не хватает контакта с природой. С природой, чтобы контактировать, нужна аскеза, нужно длительное движение, нужен контакт с холодной водой, нужен пост. Понимаете? Это второе правило. Если у вас нет сил, у вас нет энергии, вы болеете, значит нет контакта с природой. Это второе правило. И третье правило для победы над судьбой. В этом мире возможность достичь всего, что есть в этом мире, достичь всего. Возможность эту дают только люди, которые вас окружают. окружают. Вкладывайтесь в них. Если вы не замужем, нет работы, если у вас нет друзей, одинокая жизнь, вы чувствуете себя несчастно, есть только одна причина. И причина заключается в том, что вы мало вкладываетесь в людей. Поэтому мы создали клубы Благость. Зачем нужен этот клуб Благость? Вот посмотрите, какие они хорошие, там раздают вам шарики. Вы что думаете за люди? Это такие же, как вы. Просто они выбрали другую жизнь. Они берут, собираются вместе и потом добрые дела. Вот как знать Тимура и его команда. Я говорю о том, что человек должен вкладываться в людей. Результат придет незамедлительно. Все ваши неудачи в жизни означают нехватка энергии. Запомните, победа над судьбой означает только две вещи. Первая вещь. Это знание. Знание что делает? Направляет жизнь человек. Это как компас. Нужен компас, понимаете? Это знание. Знание не побеждает судьбу. Оно направляет жизни в то русло, где победа. Неправильная направленность жизни означает нехватает знания, больше ничего не означает. Если вы погружены сильно в свои заботы, не можете помолиться, нет времени, это значит, что у вас не хватает знания, означает картинки правильной внутри, которая бы вас за собой повела. Потому что счастье это то, ради человек живет. Точно так же, как цветочек будет расти только к солнцу. Или если нет солнца, к любому другому свету. Потому что свет это и есть картинка, ради которой цветочек живет. Любая травинка, понимаете? Она тянется к счастью в виде солнца. Точно так же человек тянется к памяти, которую он имеет с самого детства, о том, что у него должно быть в жизни. Эта память ведет его за собой. Эта память означает, что мы это уже имели. Но знайте, что это внешнее. А правильно эту картинку со временем поменять на настоящую. Потому что только чувство по отношению к Богу, который человек очень сильно испытывает, чувство Бога, отношение с Ним, чистота в сердце, миссия от Него, наполненность жизни для Него, люди от Него, цель жизни от Него является правильной картинкой. Если вы, допустим, знаете, что это правильно жить, но картинка внутри все равно своя, это нормально. Потому что поменять веру или ощущение, что такое счастье, непросто. Я, допустим, знаю много верующих людей, которые разрушают свою семью. Если спросить их, почему они это сделали, ответ только один. Картинка-то никуда не делась. И человек хочет того, чего он хочет. А в его вот этих отношениях, против верующих людей, этого не получается. Это значит, что вера, которую человек имеет в своем сердце к Богу, еще очень слаба, чтобы удержать его от глупости, которую ему хочется совершить. Из-за того опыта, который он получил с прошлого и получил колоссальным образом. Каждый человек имеет это очень сильное желание быть счастливым. И от него никуда не деться. Оно будет нас мучить. Но надо просто знать, что это не до конца неправильно сформированное представление о будущем. Понимаете, правильно сформированное представление о будущем. Как понять, что у меня правильно сформировано? Первое. Я не беспокоюсь от тех картинок, которые приходят в мою жизнь. Они приходят. У меня есть жена. И я увидел девушку лучше, как мне кажется. Вот как бы на мечта пришла. Мечта. Ну, если честно, есть жена. Увидишь ты девушку лучше или нет? Если есть жена, увидишь или не увидишь? Увидишь, конечно! Но, если ты идешь правильным путем в жизни, это тебя не смутит. А нам все равно. Понимаете? То есть, не смутит. Почему? Потому что ты знаешь, что есть что-то более ценное, чем вот это. Или, допустим, если у тебя есть муж. Увидишь ты мужчину лучше, чем твой муж, который лучше соответствует картинке. Олег Геннадьевич, я увижу, я увижу, Олег Геннадьевич. Конечно, увидите. Слава Богу. Но это не то, ради чего вы живете. Только когда человека не смущают те радости, которые нахлынувают его в жизни. И не уводят его от правильного пути. Когда он спокойно воспринимает радости и печали. И все время напевает песенку свою. И все время настроен на то, чтобы идти к Богу. Только тогда этот человек следует считать, что он обладает знанием. И его цель жизни будет успешной. Он пройдет успешную жизнь. Успешная жизнь не означает, как бы, пальцы веером и подводная лодка, как бы, за рубежом. Понимаете? Это не успешная жизнь, это глупая жизнь. Успешная жизнь означает, что ты по-настоящему понял, для чего человек должен жить. По-настоящему, глубоко. Тогда, как это определить, что ты понял? Приходящие радости, которые будут приходить к тебе в жизни. Ты не променяешь на то, что хочет Бог. Ты говоришь, а что от меня Бог-то хочет? Вот разберитесь. Вот Бог дал мужа, он как бы, это случайность или нет? Или жену? Но если муж случайность, дети тоже случайность. Дети не случайность, муж случайность. Так не бывает. Мы часто, как бы, ну, неблагодарны по отношению к тому, что мы, как бы, ну, как бы, увидели. Знаете, если, ну, что имеем в жизни. Допустим, если взять, вот, немножко пофантазировать, да? Человек иногда в туалете сидит, такой, фу, какая гадость вообще. Представьте, эта гадость, как бы, начинает разговаривать. И говорит, слушай, вообще-то я была вкусной и полезной пищей. Но при контакте с тобой, при отношениях, взаимоотношениях с тобой, что получилось, то получилось. Поэтому, видимо, мужа-то на свой вне сильная. Ты... Ну, как бы, не факт. Я тебя ненавижу, ты... Это при контакте с тобой. А так он, вообще-то, вечная душа. Чистая, светлая. Но при контакте с тобой... Поэтому... Первое правило, песенку напевать. Если у вас песенка замолчала сейчас в сердце, ну, кто-то пришел на лекцию, песенка не напевается. Вы думаете, я не знаю, зачем мне эта жизнь. Меня все предали, там, бросили. Песенка не напевается. Песенка закончилась, да? В сердце. Это значит, что вы сбились с пути. И такое в этом мире бывает. Можно сбиться с пути на много жизней. Никогда не позволяйте себе песенку забыть. Вашу песенку в вашем сердце. Песенка какая? Что все будет хорошо. Надо улыбнуться, надо продолжать идти своим путем. Не надо отчаяться, не надо поддаваться горечи, печали. Первое правило. Второе правило. Не думайте, что все, что вас окружает, это слишком большая истина. Если люди 200 лет назад не знали, что такое мобильный телефон, это не значит, что они были туземцами. Если люди 200 лет назад каждый день молились Богу постоянно и везде, это значит, что они были более образованы, чем мы. Если они не разводились и жили вместе, терпели свою судьбу, это значит, что они были более образованы, чем мы. Если люди 200 лет назад занимались своим здоровьем и любили природу, это значит, что они были более образованы, чем мы. Если 200 лет назад люди больше общались друг с другом и дружили друг с другом больше, если они здоровались при встрече в своем селе, они были более образованы, чем мы. Образование означает движение вперед, они означают зашоренность на том, что ты увидел здесь, в этом мире. Эта зашоренность у всех разная. Пройдет 20 лет, поверьте мне, и зашоренность будет уже другая, не такая, как сейчас. То, что сейчас мы как бы считаем круто, это будет смешно для них через 20 лет. Через 30 лет люди уже будут летать над дорогами, а не на дорогах. Уже машины будут на воздухе летать через 30 лет. Всего через 30 лет уже по воздуху машины будут летать, понимаете? Жизнь будет совсем другой, но это не значит, что она будет лучше. Лучше это, когда человек ближе к Богу, потому что это тоже все пройдет. Но вот это вот не пройдет. То, что я вам сказал. Человек должен стремиться к вечному и к вечности. Если он в своей жизни верность почувствовал, верность никогда не оставит его в жизни. Если он доброту почувствовал, доброта не оставит его в жизни. Если он природу почувствовал, а почувствовать ее непросто. Вот если вы мне говорите, Олег Геннадж, я болею, вы не чувствуете природу. Тот человек, который любит и чувствует природу, он не может быть больным. Это точно так же, как сытый человек не может быть голодным. Если вы любите людей, вы не можете быть одиноким, вы не можете остаться без работы, вы не можете чувствовать себя нереализованным в жизни, если вы любите людей. Понимаете, вот это и есть победа над судьбой. Понимание, высшая цель жизни раз, жизнь для людей два, любовь в природе три. Три вещи, которые человек должен усвоить, как арифметику в жизни. И он не должен бояться ничего на этом пути. Если кто-то видит, что вы смешной человек, не обращать внимания, он просто туп для того, чтобы увидеть вашу глубину и все. А тупые люди, хорошие люди. Просто они на этом этапе развития. Если собачка не понимает вас, не значит, что она плохая. Она на таком этапе развития находится. Не надо тупость людей воспринимать как истину. Истина выше этого, потому что человек должен стремиться к тому, что останется с ним навсегда. А все, что здесь он видит, это временно. Наши родственники, это временно, но это надо. Они нужны для того, чтобы мы долг перед Богом выполняли. И они нам нужны для того, чтобы мы постигали человеческую душу, потому что только через других мы познаем себя. Если мы не будем никому служить, мы и себя не узнаем. В эгоистическом сердце нет глубины.